ЗОЛОТО, ЛАДАН И СМИРНУ Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11 Задумывались ли мы когда-либо, услышав об этом эпизоде священной истории, почему восточные волхвы, эти богомудрые звездочеты, принесли богомладенцу Христу именно золото, ладан и смирн? Святые отцы, как преизливающиеся сосуды благодати, оставили нам на этот счет жемчужины мудрых мыслей. Золото, благородный металл, в качестве приношения подчеркивает царское достоинство того, кому преподносится. Ладан, или иначе ливан, использующийся в богослужении с ветхозаветных времен, символизирует дар Богу. Смирна, с давних пор применяемая для подготовки тела к погребению, преподносится как дар смертному человеку. Таким образом, золото приносилось, как царю, ладан, как Богу, смирна, как человеку, которому предстоит умереть. Сообразно святоотеческим толкованием, приношение даров можно понимать и аллегорически. Согласно Григорию Двоеслову, золото обозначает премудрость. Новорожденному царю мы приносим злато, поскольку он становится для нас олицетворением высшего знания. Благоухание курящегося ладана возносится вверх к Богу и олицетворяет молитву. В Евангелии прямо не сказано, что поклонившиеся волхвы вознесли молитвы родившемуся Господу. Однако такие святые отцы, как Хроматий Аквилейский, Григорий Двоеслов и Ефимий Зигабен видят в приношении ладана молитвенное приношение. Приносим ливан, если на алтаре сердца сожигаем плотские помыслы святыми молитвенными усилиями, чтобы можно было благоухать приятным для Бога желанием небесного. Смирна, согласно Григорию Двоеслову и Ефимию Зигабену, предотвращает гниение и умерщвляет плотские, греховные устремления в человеке. Также дары, рассматриваемые вместе, обнаруживают дополнительные смыслы. Ладан и Смирна олицетворяют божественное и человеческое в Иисусе Христе. Ладан – божественную природу, Смирна – человеческую. Кроме того, согласно Ефрему Сирину, ладан, применявшийся в древней медицине в качестве лекарства от повреждений кожи, и Смирна, использовавшаяся как антисептик, указывали на врача, который должен исцелить раны Адама, то есть излечить болезненные последствия грехопадения – страстность, тленность и смертность. Что же все эти три дара значили во времена новорожденного Христа? Золото с древних времен являлось символом богатства из-за его свойств – тяжести, блеска, неокисляемости, ковкости, тягучести и применялось для изготовления украшений, отчасти оружия. В Ветхом Завете можно встретить многочисленные упоминания о золоте и золотодобыче. Фактически, это первый металл, упомянутый в Пятикнижии. Ладан, то есть ароматическая древняя смола, с древнейших времен употреблялся для богослужения. Из ладана получали ладанное, алибановое масло. Оно обладало противовоспалительным свойством. Смирна, имеется в виду камедистая смола, родственная ладану, предназначалась тому, кто готовится к погребению. Очевидно, что древняя Иудея приняла от Египта понимание смирны как погребального благовония. Важно отметить, что все три дара были недоступны Иосифу и Марии, так как стоили очень дорого, ввиду или редкости деревьев, из которых они изготавливались, или высокой стоимости металла. Что можем мы сегодня почерпнуть из упомянутых строк Евангелия? Чему нас учит это святое слово? По слову святителя Тихона Задонского, волхвам должны уподобиться мы все. Все мы должны принести Богу дары невещественные, веру нелицемерную, благодарение сердечное и послушание из любви, как царю своему. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok